Всем привет! С вами Эрика с канала ЛПС Науки Бьюти, либо же ЛПС Науки Старкэт. Я приветствую вас в этом мастер-классе. Сегодня я покажу, как делать... Сегодня я покажу, как легко можно будет сделать вот такой вот стульчик, или лавочку, либо же парту. Как можно будет легко сделать вот такой вот стульчик, парту, либо скамеечку. А также я расскажу, как легко можно будет сделать вот такую вот тетрадку. Тут написано Мэ, правда она уже стерлась чуть-чуть. Вот такую вот открывающуюся тетрадку, в которой можно будет что-то писать. Ну что ж, давайте же начнем. Чтобы сделать вот такой стульчик, нам понадобится обычный спичечный коробок. Потом краска, в зависимости от того, какой вы будете делать стул, либо вашу лавочку, либо парту. Я вот, например, буду делать такого как бы голубого цвета. Баночка для краски. Ну и, конечно же, кисточка. Во-первых, мы берем наш спичечный коробок. Мы выдвигаем вот эту вот штуку. Эту вот, которая внизу вот здесь. Вот, мы ее выдвинули. Вот эту вот штуку. Можете проявить фантазию и сделать с этой штуки все что угодно. Можно сделать ноутбук даже. Или же телефон для петшопов. Мы оставляем только вот эту часть. Ой, извините. Нам еще понадобится для этого, конечно же, ножницы. Итак, что мы делаем? Мы берем вот эту вот штуку. Переворачиваем ее. И мы должны обрезать вот эти вот две стороны. То есть, как это делается? Мы должны вот сделать вот тут разрезик, как бы объяснить вам. Здесь разрезик сделать. И вот на этой стороне также здесь сделать разрезик. И вот также на этой стороне сделать вот такие вот разрезики. Сейчас мы продемонстрируем. Предупреждение. Когда вы вырезаете, когда вы делаете разрезики в этой половинке от спичечного коробка, будьте осторожны и не повредите себе руки. Также этот картон от спичечного коробка очень туго разрезается. И будьте осторожны. Если вам будет это тяжело сделать, то можете даже попросить взрослых об этом. Также не делайте разрез до конца. Вот мы сделали разрезик. Вот здесь мы сделали такой разрезик. Вот так получилось. И также мы сделали на этой стороне разрезик. И не обязательно, чтобы они были совсем ровные. Что мы делаем дальше? Мы по этим разрезикам вот эту штучку отодвигаем сюда. Вот так отодвигаем. И также на этой стороне мы отодвигаем эту штучку. И также эти штучки просто срезаем. Сейчас я это продемонстрирую. Вот мы разрезали, мы убрали эти штучки и получилось вот как. Вот эти половинки не трогайте. Иначе просто получится так, что стулчик не выдержит подшопа. Вот. Теперь мы все сделали. А теперь настало время красить ваш столик. Краску можно использовать любую. Но лучше использовать гуашь. Так как гуашь высыхает быстрее намного, чем акварель. Мы берем нашу гуашь. У меня вот такая вот баночка. И начинаем красить наш будущий стульчик. Ну вот и все. Мы все раскрасили. Правда чуть тут не получилось. Вот здесь. Размазано немножко. Но ничего. Теперь подождем, пока наш столик высохнет. Вот таким вот способом можно сделать хороший цветной стулик. Также, чтобы сделать тетрадку, нам понадобится вот такой вот стикер любого цвета. Или же вот такой стикер. В зависимости от размера вашей тетрадки. Например, я буду делать из этого стикера тетрадку. Затем нам понадобится степлер, ножницы. А также на любителя нам понадобятся стразы, чтобы украсить нашу тетрадку. Это на любителя. Если вы хотите, то возьмите любые стразы. Или какие-то бусинки, чтобы украсить вашу тетрадку. Итак, что мы делаем? Мы берем обязательно должен быть стикер прямоугольный. Не квадратный, а прямоугольный. Если будет квадратный стикер, то получится не очень. Вот такой вот прямоугольный. Что мы делаем? Мы складываем его пополам. У меня вот тут уже согнута. В зависимости от того, как вы должны сложить. Если вы же слаживаете в длину вот так, то у вас получится альбом. А если вы слаживаете его вот так в ширину, то у вас получится тетрадка. Затем мы сложили. Мы сложиваем еще один раз. Мы сложили еще один раз. Насчет ровности я не знаю. Как тут? Вот так вот. Ладно, получится. Получился вот такой вот прямоугольничек. Если вы его откручите, он будет вот так. Потом мы берем степлер и закрепляем вот здесь вот посерединочке. С крепкой одной. Вот, все я закрепила. Теперь получилось как настоящая тетрадка. Вот она вот так открывается. Вот так вот. Правда, не ровно получилось, но ничего страшного. Затем, что мы делаем дальше? Мы берем наши ножницы и отрезаем совсем малюсенькую полосочку. Не вот здесь, где открывается, а здесь, где не открывается. То есть, вот здесь, где не открывается, мы отрезаем просто малюсенькую, просто вот малюсенькую полосочку. Совсем малюсенькую, один миллиметр. Сейчас это продемонстрирую. Ну вот, я все отрезала. Правда, получилось не совсем ровно. Вот и получилась у нас вот такая тетрадочка. У нее открываются все листы. Все потому, что мы отрезали здесь внизу. Теперь здесь открываются все абсолютно листочки. Вот тут вот тут. И дорезала чуть-чуть. Но ничего страшного. Везде открываются листочки. И вы спокойно сможете писать вот эти тетрадки. Истории или же просто игровые тетрадки для ваших подчопов. То же самое можно сделать и с листом бумаги, с чем угодно. Но чтобы ваши тетрадки были цветными, можно использовать также стикеры. Можно сделать то же самое с этим стикером. Вот так же слаживаем. Точнее, лучше в ширину сложить. Так, слаживаем. И можно проделать этот способ с любыми бумагами. То есть, можно сделать это и для подчопов, и также для вас. То есть, это как обычная тетрадка. Этот способ я придумала сама и ни у кого идеи не воровала. Не знаю, кто еще делал такие обзоры, но я придумала эту идею сама. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока. Надеюсь, я помогла вам мастер-классам своим. Ждите новых мастер-классов. Пока. Всем пока. Всем удачи. Всем пока.